Конец Атлантиды. Почему Путин никогда не станет Горбачевым? Так называется новая книга Александра Хинштейна. Депутат Госдумы не просто детально разбирается в причинах крушения Советского Союза, но и попытался написать альтернативную историю страны. На многочисленных примерах он убедительно доказывает, если бы в 1985 году СССР возглавил не Горбачев, а политик, подобный Путину, то ход событий был бы иным. И Союз, вероятно, существовал бы до сих пор. Свою книгу Хинштейн презентовал на встрече со студентами Самарского госуниверситета. Очень интересно читать, так как в книге приложены фотографии, различные истории, доказывающие те или иные позиции. И очень интересно рассматривать другие вектора развития событий. На встрече с политиком разговор зашел и о нынешней ситуации в стране и в регионе. Хинштейн попросил молодежь общаться с ним открыто. Сегодня встреча была не политизированная. Сегодня студенты спрашивали меня в основном, о том, что их волнует и то, что можно и нужно решить. И в этом смысле мне понравилось, потому что разговор был не на хайпе, а на равных. Разговор с людьми, которые думают, как и что можно изменить системно, точечно, где улучшить. Это очень хорошо. Если брать развитие как личности человека, то, в принципе, у нас достаточно много возможностей. Если брать наш регион, то возможностей более чем достаточно. Очень много каких-то свободных пространств, где можно начинать либо свое дело, либо по какой-то административной ветке двигаться. Возможностей много. Главное – работать. Ну, как бы молодежь должна понимать, что главное – двигаться. После встречи Александр Хинштейн резюмировал, что встреча с самарскими студентами получилась плодотворной. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События.